Девушки отдыхают Это псевдоним или вы Сара-Сара? Я Окс Сара Юрьевна. Познакомьтесь, пожалуйста, со своими сватами. С удовольствием. Сегодня у меня в сватах мои лучшие друзья – это Дмитрий и Дарина. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Давайте. Сара, 23 года. Певица и актриса. Гордится, что снималась в эпизодах сериалов. Мечтает стать знаменитой и затметь шер. Детей не хочет, планирует в старости взять ребенка из приюта. На объявление Сары на сайте знакомств откликнулось три продюсера. Но ни с одним из них не сложились ни отношения, ни карьера. Надеется, что Алексей станет ее пигмалионом. Сара, а почему не хватит детей? Дело в том, что я добровольно в ближайшее время приняла такое решение. Я очень хорошо к ним отношусь. Более того, я организовываю благотворительный марафон как певица. Я выступаю для деток с разными заболеваниями. И у меня есть к ним чувство любви, жалости, сострадания. Но то дело, которому я хочу себя посвятить, оно не всегда совмещается с понятием семья, дети. И делаю выбор я в пользу карьеры. Она тщеславная довольно. Она тщеславная. Высокомерная немного. Вы хотите стать монашкой, посвятить себя Богу? Я не монашка. Нет, это только единственное оправдание. Если бы вы ушли в монастырь, тогда на самом деле было бы странно мечтать о детях. А всё остальное каким образом может помешать? Ну, во-первых, у меня плохая генетика. Я стану очень страшной, жирной и некрасивой. У меня выпадут зубы. Постареет кожа. Хорошо. Тогда вы чему хотите себя посвятить, дорогую? Вот потому что это такие жертвы, не иметь ребёнка. А что на протяжении всей жизни будет согревать вам душу и сердце? Что заменит вам вот это вот тёплое существо, которое называется дитё? У меня две глобальные цели, которым я иду до сих пор. Первая цель – это своё собственное место найти в сфере шоу-бизнеса, туда, куда я отчаянно стремлюсь. Не просто для того, чтобы посмотреть на себя и порадоваться, какая я красивая на сцене и стою с микрофоном, реализовать свои амбиции. Хотя это тоже имеет место быть. Ведь став артистом популярным или известным, или человеком, которого знают, я добьюсь определённого уровня престижа, который в дальнейшем будет открывать нужные двери. Будучи артистом, я смогу выполнять те благотворительные задачи, которые я перед собой поставила. Слишком большая концентрация стервозности на эти полтора метра. Нет, милые, вы даже собой не можете пожирить ради родного существа, ребёнка. Конечно, ради чужих детей вы не будете колбасить и шачить, пахать для того, чтобы для того. Нет, круг не замыкается. Сара, не верю ни одному слову. Я же не пришла сюда, чтобы мне верили или не верили. Я пришла сказать всё то, что у меня есть внутри, и то, что мне нечего скрывать. Сколько лет назад вы приехали в Москву? Я приехала пару лет назад. И за два года чего вы добились только сама, вот как Сара, человека-единица, без помощи тех мужчин, у которых вы, у одного вы жили, с другим женатым вы встречались, несмотря на то, что знали, что у него есть семья. Вы же на что-то надеялись. А я с ним не встречалась, и не было никаких отношений. Нет, послушайте, вы общались по интернету, но при этом не мешало вам принимать от него подарки. Я писал для вас песни, да? Вы знали, что он женат, он что-то делал там, ещё я не знаю в шоу-бизнесе, что сейчас делать. Но когда он приехал, он вам не понравился. Ну, он приехал уже тогда, когда мы с ним расстались, виртуально, опять же. Наше общение, оно было творческим, прежде всего. Его семья распалась уже после того, как мы с ним поссорились, потому что он сам испугался этой ответственности, он вернулся в семью, но жена ему не просила этого. Да, потому что вы уже были, и если бы он приехал, и вам понравился, был бы хорош с собой, то вас бы не смутила, конечно, никакая жена. Мне не нравится, она такая псевдотворческая. Вообще, да. Вы не хотите детей. В старости хотите взять ребёнка. А для чего вы в старости хотите взять ребёнка? Я не говорю, что я буду брать его в старости, в молодости. Я сказала, что я его возьму, потому что у меня есть необходимость согреть то человеческое существо, которое было лишено этой возможности. Алексей, вы скажите, пожалуйста, вот будет вот такая девушка в красном, очень прекрасная, сидеть перед вами, вы её полюбите, у вас начнут взаимоотношения. Но вот эта мысль, что она никогда не будет рожать ваше продолжение от вас... То есть ваш род не будет продолжать. Только потому что боится испортить фигуру, рассказывать что-то про какую-то генетику. На самом деле, честно сказать, вот именно в этом аспекте я Савру на самом деле немножко даже поддержу. Потому что я действительно думал тоже о таких ситуациях, что свои дети есть, но я не исключаю ситуацию, например, второго или третьего ребёнка взять, например, из приюта. Это когда свои дети есть? Если своих нет, то это тоже не самое страшное на самом деле в жизни. Когда они будут старенькие, они возьмут кого-то там из детдома и заживут счастливой жизнью. Что вы дадите мужу в браке? Что вы готовы? На что вы способны? В конце концов, действительно, у всех разные судьбы. Не обязательно, что прям вот каждый хочет... Ой, не обязательно, на самом деле не обязательно. Я готова поделиться всем, что я буду иметь. Я готова поделиться деньгами, потому что я не могу не делиться. Он сбежит от неё. На следующий день. Конечно, от деторождения совсем вы не откажетесь. И если бы я начинала эту программу «Не глядя в ваш гороскоп», я бы сказала, у вас есть ещё лет 10 жизней для того, чтобы принимать или не принимать это решение. Я предполагаю, что вы это решение в пользу рождения детей примете гораздо раньше. То есть не через 10 лет. Да. А может быть, вы сейчас такой сюрприз покажете, что я отрекусь от всех своих слов и скажу, ну, конечно, конечно, творите только. И на другое не тратьте времени. Пойдёмте посмотрим. Песня для всех, для вас и для тебя. Песня для всех, для вас и для вас. Песня для всех, для вас и для вас. Вот такая сказочка, Иван Сергеевич. Интересно. Спасибо. И вам спасибо. Забирайте своих схваток и смотрите нас в своей комнате. Спасибо огромное.